Субтитры делал DimaTorzok В чьей компании сделать это правильнее всего? Наверное, на этот вопрос есть только один ответ в компании Алексея Басова, генерального директора программы СМП Рейсинг. Добрый день! Да, добрый день всем! СМП Рейсинг на протяжении уже 10 лет – это сразу несколько направлений работы, несколько разных проектов. Но один из них выделяется на общем фоне благодаря своему масштабу. Естественно, это G-Drive СМП российская серия кольцевых гонок. Это самый масштабный, самый престижный гоночный турнир во всей России. Нынешний сезон был особенным, потому что он юбилейный, десятый. Но наверняка особенным его сделал не только это круглое число. Да, все верно. И могу рассказать по истории, как это все создавалось. И программа развития автоспорта в России СМП Рейсинг создана Борисом Романовичем Ротенбергом в 2013 году. И в 2014 году мы стали промоутером серии СМП РСКГ. И мы видим, что стало появляться большое количество участников. У нас появились трансляции. И мы видим хороший результат по истечению 10 лет. И в этом году был сделан важный шаг в дальнейшем развитии серии. Да, совершенно верно. Мы в этом году еще добавили для всей России новый формат соревнований. Это у нас СМП РСКГ Эндуранс. У нас 4 этапа было задействовано. Это 6-часовые, 4-часовые гонки на выносливость. Поэтому это для нас достижение. Давайте поговорим тогда обстоятельно. Если мы вернемся к хорошо знакомым болельщикам спринтерской серии, которая сейчас называется G-Drive СМП РСКГ Туринг, что больше всего запомнилось по ходу этого сезона? Да, этот сезон у нас был рекордный. У нас было 150 участников в этой серии. На одном из этапов, как и на Москва Рейсвы, у нас присутствовало 119 пилотов. Это хороший показатель. И у нас уже второй год с нами вместе бренд G-Drive. И это хороший для нас кейс. Ведь они берут на себя такое обязательство, как представление топлива. Топливо используется командами, как G-Drive с октановым числом 100. И хорошее качественное топливо. И это и есть залог для победы. И команды пользуются и узнают это топливо. Также у нас на этапах присутствует лаборатория компании «Газпромнефть», которая оценивает и проверяет топливо. G-Drive СМП РСКГ Туринг – это множество различных классов. Среди них есть более популярные, менее популярные. Какой сейчас самый популярный и почему? Да, это класс CN. Там присутствует... Спорт-прототип. Да, спорт-прототип класс CN. Там в этом году доходило до 40 пилотов на старте. Там присутствуют три марки. Это российские шорткаты, легенды и миджеты. В этом классе CN есть автомобиль шорткаты, который выступает в статусе Кубка RAV, а не российского производства. И второй год подряд одновременно проводится в этом классе Кубок G-Drive, где победители Киракозов и Дударев получили заветный приз. Они выступили в финальной гонке СМП РСКГ Эндуранс в составе команды G-Drive Racing с известным гонщиком Романом Русиным. То есть сделали новый шаг. Саша, как ощущения? Ну, автомобиль не устану повторять. Шикарен. Это круто. Ну, наряду с шорткатами в классе спортпрототип CN также выступают другие автомобили, в том числе миджеты. И на трассе в этом году выделялся миджет в цветах программы СМП Рейсинг. За рулем был молодой гонщик, который выступал при поддержке нашей программы, для которого это тоже был очень важный и ценный шаг. Можно об этом поподробнее? За рулем находился Константин Сугробов. Он стал победителем в старшей группе картингового турнира среди любителей с названием СМП Рейсинг «Газпром детям». И это приз от нашей программы, который проехал все пять этапов и показал достойную скорость, вставал на подиуме. Поэтому это очень хороший результат для Константина Сугробова, который, соответственно, у нас выиграл в картинговом любительском турнире СМП Рейсинг «Газпром детям». Не только на подиуме, на его счету есть и пол-позишн, и победы. Причем не всегда было много миджетов на трассе, но даже когда конкуренция была достаточно высокая, когда 5-6 машин появлялись, Константин был самым быстрым на этих автомобилях. Окей, а какие еще классы имеет смысл выделить? Какие категории особенно нас порадовали в этом году? Очень порадовал СМП GT4 наш класс. Я помню, что мы три года назад начинали с двух, с трех автомобилей наполняемость была. Но мы видим очень хороший результат. В этом году на старте было 20 уже участников. Мы видим развитие этого класса, интерес. У них там борьба своя присутствует. Еще какая? Да, соревновательная. И хочу заметить, обратить внимание на класс Touring Light, где тоже было 20 у нас участников. И он также развивается. Они перешли на турбомоторы. И я знаю, что в следующем году еще будет прибавка в этом классе некоторых марок. И мы ждем развития не только этих, но и, соответственно, серии в целом. То есть появились не только новые гонщики, появились новые автомобили, сразу несколько. И появились даже новые марки. Потому что Skoda до этого никогда не присутствовала на российском лице. В этом году начала, да. А здесь дебютный сезон и сразу победный сезон. Михаил Симонов стал чемпионом России команда Bragen Racing Team. Это свершилось. Для меня это очень сильное достижение. И, можно сказать, семья Симоновых эра, она наступила. Я смог. Не смог отец, смог я. Поэтому всем огромное спасибо. Собственно, если мы вспоминаем Брагина, а какова ситуация в классе, который назывался Туринг, но перед началом сезона сменил имя? Ведь мы речь о самом престижном классе. Да. Наш самый, наверное, профессиональный класс – это СМП ТСР Russia называется. И там выступают профессиональные пилоты, как Дмитрий Брагин, Кирилл Ладыгин. И мы видим в этом году, что появление двух марок – это Seat, Cupra и Hyundai Elantra. Двух автомобилей. Да, двух автомобилей. У нас появился в Брагин Тим, это Таиф команда, и, соответственно, команда Лукойл – это Hyundai Elantra. И даже если мы возьмем этот класс, и тем интересна была завершающая гонка, что у нас Александр Смолев, пропустивший первый этап в этом классе, он претендовал на победу. Вы сами все видели, я имею в виду вы, зрители, поэтому все тут, как никогда, весь пилотон был против меня, кроме однокомандника, соответственно. Скажи, пожалуйста, у тебя перед стартом было ощущение, что все-таки сможешь? Так никогда не надо сдаваться. С одной стороны, у нас победил Брагин, с другой стороны, Смолер пропустил этап, и это такое ощущение гарантирует нам отличную интригу в 2024 году. Да, совершенно верно, ведь у Дмитрия есть шесть титулов, и он считается, наверное, как его… Лучший гонщик последнего десятилетия. Он лучший гонщик, да, но его все считают профессором этого класса и профессором автоспорта. Наверное, с этим он согласен, потому что они все там соревнуются, но выигрывает Брагин. Вот, посмотрим, что будет в 2024 году, это, конечно, интересно, и приход и молодых пилотов, как Смолер и Атоев, они участники и пилоты программы развития автоспорта в России с МП Рейсинг, но имеют зарубежный, соответственно, опыт и тем самым навязывают борьбу в этом классе. Мы знаем, что до недавнего времени Александр выступал в международных соревнованиях, на его счету есть победы в чемпионате Формулы-3, добытые, опять же, при поддержке СМП Рейсинг. В связи с понятными обстоятельствами, он сейчас выступает на российских трассах и, соответственно, как я слышал, планирует выступать в будущем. То есть, получается, вот эта сложная обстановка последних лет, она в каком-то смысле сыграла в чем-то нам на пользу? Да, трудности есть, но мы в любом случае видим развитие благодаря нашим партнерам, это шинам Йокугамы, и они нам поставляют, соответственно, в полном объеме, наш партнер. И это Газпромнефть, которая обеспечивает топливом для нашего сезона и для участников, для команд. Поэтому мы справляемся и развиваемся. Про шины Йокугамы, наверное, отдельно стоит акцент сделать на том, что раньше им нужно было спонсировать достаточно большое количество участников в G-Drive СМП РСКГ Туринг. Сейчас добавилась еще одна серия, и там тоже было немало участников, кстати, может быть, статистику тоже освежить по количеству экипажей в марафонской серии. Да, в этой серии, в нашей, было 123 участников, 123 пилота. На этапах, которые проводились у нас в России, на автодромах было 4 этапа. Там было от 18 до 28 экипажей, стартовало, соответственно, было на старте. Мы видим и интерес для нашей новой серии от команд, и ждем только развития, соответственно, в следующем году. Марафонская серия отличается тем, что самые разные машины участвуют в одной гонке. Здесь BR-03 едет, и тут же чуть ли не Жигули, которые еще при Советском Союзе сошли с конвейера. Как высоко вы оцениваете уровень конкуренции в этой серии? Не получается ли так, что есть множество классов, в каждом классе есть определенное не очень большое количество пилотов, и если ты выехал на старт, уже автоматом приехал на подиум, и все хорошо? Нет, к сожалению, нет. Да, он первый сезон, он только, наверное, раскачивается, но мы видим, что классы наполняются, начиная с исторического класса. И мы видели самую ожесточенную борьбу, это в группе F, в самом быстром классе, с автомобилями Mercedes боролись на равных, и в итоге выиграли автомобили наши собственного производства, это BR-03. И экипаж Петрова и Сироткина выиграли, вырвали, одним словом, эту победу на заключительном этапе в Сочи, и вторым стал Денис Ременяко, выступающий на Mercedes. И мы видим, что конкуренция, она есть, и борьба до последнего финиша. Одна ошибка, один неправильный обгон кругового, и, по-моему, все могло закончиться в другую сторону, нет, Сергей? — Абсолютно верно, и тем это здорово, что мы действительно под конец сезона раскатились, наши машины не только быстрые на квалификации, но, как показывают, уже опыты в гонке. И мне кажется, что для зрелищности вот тех соревнований, которые мы сейчас показываем, это очень здорово. — Возможно, будет даже больше машин в этих гонках, больше конкуренции, и молодежь так подтягивается, причем опытная молодежь, кто выступала в Европе. — Ну, я думаю, что мы еще жару додаем молодым, это видно по скорости и по этой гонке. Ну, Серега правильно отметил, что, если посмотреть даже в начале сезона, то мы много уступали команде «Мерседес», но мы не останавливались, команда работала. — Плюс очень радует то, что увеличилось количество автомобилей BR-03 на старте как раз буквально за пару недель до гонки в Грозном. Я в одном из телеграм-каналов, посвященных автоспорту, читал эту историю, что неравнодушный гонкам человек, в том числе к российскому автоспорту, предположил, что сейчас есть только два BR-03 и только один на ходу. И буквально через несколько недель мы видим четыре машины на старте, пятая стоит в паддоке. Какова сейчас ситуация с организацией производства прототипа? — Да, SMP Racing выставила в Грозном, начиная с этапа Грозного, выставила четыре экипажа, и четыре экипажа пилотировали эти наши прототипы на заключительном этапе в Сочи. Да, пятая присутствовала, это как тест-ТВ, плюс ко всему, ну и, соответственно, для показа она была там. Перспективы очень замечательные, радостные для всех. Мы дальше продолжаем и строить, и усовершенствовать нашу технику. Для нужда и для спроса команд, потому что к нам уже поступают, соответственно, запросы на приобретение или хотя бы там тестовые какие-то сессии на нашей технике, что не радует, соответственно, всю команду. — Каждый раз, когда публикуется календарь, один из первых комментариев, когда же будут соревнования «Формул». Соревнования «Формул» планировались на прошлый год, теперь они есть в календаре на 2024-й, можно рассказать поподробнее, как они будут организованы? — Да, мы запланировали трехэтапный Кубок России в следующем году в классе «Формула-4». Мы озвучивали об этом, что в этом году мы планировали, но мы тем самым видели некий интерес, спрос для информации. И мы собирали информацию, подготавливаемся к 2024 году, и будет, соответственно, у нас Кубок России в классе «Формулы-4». — Мы помним, что ранее существовал чемпионат СМП «Формулы-4». Одной из его отличительных особенностей было то, что все машины эксплуатировались единой командой, которая была организована устроителями этого чемпионата. Понимаем ли мы сейчас, как это будет организовано? Будет использована та же схема, или машины будут продаваться командам, отдаваться в аренду? — Да, мы разрабатываем несколько форматов проведения следующего сезона. И есть у нас по пунктам и раздача машин в команды, и использование, соответственно, вот такой методики, как все в одном месте со своими инженерами и со своей механизацией. Вот это пока еще все на стадии рассмотрения. — Последний решающий этап серии СМП РСКГ «Эндуранс», как мы уже сказали, прошел на трассе «Сочи Автодром». Сейчас конфигурация трассы меняется. Что это значит для возможности проведения соревнований, в частности, заездов G-Drive СМП российской серии кольцевых гонок? — Как ни странно, символично, мы в 2014 году открывали, за месяц до проведения «Формулы-1», открывали этот автодром. И серия СМП РСКГ присутствовала, открыла. И наша серия «Эндуранс» в этом году, к сожалению, закрыла этот автодром. Ну, как закрыла? Закрыла длинную дистанцию. — В том виде, в каком весь мир его знает погонка «Формулы-1». — Совершенно верно, да. И сейчас будет укороченная версия. Это будет 2 километра 300 метров. И будем планировать, и я открою маленький секрет, что мы там будем проводить вне календарные гонки, где будут присутствовать и «Формула-4», и класс GT4 наша, и, соответственно, класс «Турим». — Это не было в сценарии, так что это реально прекрасная новость. — Так что следите за нашими новостями, за нашими соцсетями. Вот, все впереди. Ну и раз уж мы начали разговор о планах на 2024 год, можно тогда в целом рассказать о том, что нас ждет в следующем сезоне. Нас всех ждет увлекательное соревнование, да, и это где будет 8 этапов нашей серии G-Drive, SMP, RSKG, Туринг и 5 этапов многочасовых гонок серии «Эндуранс». Вот, и для нас это будут некоторые этапы совмещенные, и будет также присутствовать наша «Формула-4». Она будет неким форматом гонки поддержки некоторых этапов. Я думаю, будет плотный сезон, ведь не так много у нас времени, я имею в виду летнего периода, поэтому мы уж жались, и будет насыщенный следующий сезон. — Турниры SMP Racing «Газпром» детям продолжатся? — Да, совершенно верно. Стартует с 1 июня 2024 года, и также следите за новостями. У нас будет появление новых городов, к добавлению к тем, которые у нас есть. Это будет Братск и Благовещенск. — У меня прямо сердце сжимается, потому что я помню, когда идет этап обучения, когда постоянно пилоты SMP Racing, в том числе вы, присутствуете на занятиях с молодыми пилотами, даже в соцсетях видно. Сегодня Басов в Иркутске, тут уже в Калуге, тут уже в Москве. Это тяжело? — Да, это нелегко, но это хорошее занятие. Одним словом, нам нужно передавать тот опыт, накопленный как профессиональных пилотов, и по свободной логистике пилотов я направляю и Виталия Петрова, и Сергея Сироткина, и Виктора Шайтара, и Александра Смолера, Владимира Тоева, и даже Ирина Сидоркова тоже присутствовала на занятиях. Это очень такой хороший турнир, и это общение родителей с программой развития автоспорта в России, с SMP Racing через пилотов, которые она представляет. Это развитие, ну, вообще, как раз в целом автоспорта именно в России, потому что мы задействовали 20 городов, начиная вот с Иркутска, а в 2024 году мы добавляем еще дальше, 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 дальше Сибирь. Поэтому это очень хороший турнир, также следите за новостями, и получайте, наверное, массу эмоций. Кстати, если говорить о доступных видах автоспорта, и о доступных возможностях самореализации через гонки, в структуре программы SMP Racing есть проект SMP Racing eSports. Насколько он важен? Важен, конечно же, потому что идет развитие, идет развитие e-спорта. У нас представлены симуляторы, и проводятся также соревнования, чемпионаты оффлайн и онлайн, и кубки, кубок РАФ по цифровому спорту. Поэтому это тоже очень хорошее направление нашей программы. И мы видим наполняемость участников. Только рады, наверное, все и получают удовольствие, сидя дома у себя, за компьютером, и быть вовлечены в эту семью, в эту программу развития автоспорта в России. Собственно говоря, я не зря сказал, что сезон у нас еще не закончен, потому что самые важные сражения на виртуальных трассах еще впереди. Кубок РАФ по цифровому автоспорту – это самый престижный, самый конкурентный турнир в нашем симрейсинговом сезоне. И 2 декабря на площадке Main Stage в Москве состоится финал этого кубка. Это будет очень яркое, очень запоминающееся событие. После этого 10 декабря в московском картинг-центре Mix Karting пойдет гонка G-Drive Fidgetal Challenge, которая состоится одновременно в двух мирах. Участникам, чтобы одержать победу, придется хорошо проявить себя и на прокатной трассе за рулем карты, и на виртуальном треке на виртуальном болиде с помощью наших симуляторов. И, наконец, 16-17 декабря невероятный масштабный фестиваль симрейсинга, где пройдут финалы сразу трех гоночных серий. Это кубок G-Drive, который в этом году проходит в инновационном формате. Каждый этап новая машина – это кубок СМП Рейсинг и Спортс, основная часть которого состояла из марафонских гонок. И, наконец, это чемпионат RAV по цифровому автоспорту, где лучшие симрейсеры страны сражались на цифровых болидах Формулы-1 и на трассах, которые принимают этапы чемпионат мира. Даже я, наверное, водичку немного глотну. Так много у нас происходит в этом декабре. И, соответственно, вопрос, при том, сколько проектов у СМП Рейсинг и сколько всего планируется на ближайшие месяцы, в межсезонье-то вообще будет? Есть когда отдохнуть? Да, у нас нет, к сожалению, межсезонье. Оно везде написано в межсезонье. Но мы не отдыхаем, мы работаем. Проектов много. И развиваем, и улучшаем планы свои на 2024 год. Неизбежная тема. Новый год впереди. Какие пожелания? Я хочу от лица СМП Рейсинг пожелать в следующем году здоровья, благополучия всем причастным к нашей серии. Это командам, механикам, пилотам, организаторам нашей серии. И пожелать добиваться той цели, к которой мы идем, и получать то хорошее настроение и результат по итогу. Поэтому всем удачи в следующем году. Оставайтесь с СМП Рейсинг в 2023 году, а после новогодних праздников возвращайтесь на наши медиаплощадки в 2024. Спасибо, Алексей. Спасибо всем, кто был зрителем этого специального выпуска программы СМП Слипстрим. Увидимся на трассах и в соцсетях. СМП Слипстрим СМП Слипстрим Продолжение следует...